Приветствую вас. Обратите, пожалуйста, внимание свое на то, что в проблеме, которое вы описываете в проблеме, участвуют два человека. То есть не только вы и не только он. Не только вы и не только молодой человек, но и вы тоже. То есть вас двое. Раздвои участвуют в отношениях. Знаете? И, соответственно, соответственно, вы оба ответственны за то, что происходит в отношениях. А что это значит? Это значит, что молодой человек ответственен за то, куда он вас вводит и куда он вас приглашает и так далее. Вот. А вы ответственны за то, как вы на это реагируете. Вы ответственны за то, как вы к этому относитесь и как вы это воспринимаете. Вот. И вы оба, благодаря своей активности, кстати, вы можете сами предлагать там, куда вы хотите. Да. Например. Вот. Значит. И тогда мужчина гораздо быстрее, лучше поймет, что вам нужно, чего вы хотите. Вот. А так это... Знаете? Проблематично. Так это проблематично. Будет. Вот. Ну, об этом я, наверное, еще скажу. Значит, смотрите. Смотрите. То, что вы реагируете на его разговоры о бывших, да, это ваша реакция. Это может быть ваша ревность. Это может быть что-то еще. Ну, например, неуверенность в себе, например. Это может быть страх какой-то. Это может быть что-то еще. И, соответственно, если вас именно бесит, да, вот как вы говорите, именно бесит, то ответственность за то, что вас бесят. Неуверенность за то, что вас бесят. Но все эти вы. Сами. Не молодой человек. Не молодой человек. Вы. Но при этом, помимо чувств, да, помимо чувств, есть еще и такое понимание того, чего вы хотите. То есть вот представьте себе, да, если бы вас вот не задевало бы, допустим, не бесило бы то, что мужчина вас там зовет в такие вот места, да, где он у него был бывшим. Или представьте себе, что вас не задевает тот факт, что он разговаривает о бывших, об отношениях с бывшим. Вот. Как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, например, что это как-то недопустимо, допустим, или считаете ли вы, что это ненормально, или считаете ли вы, что так не должно быть? Если да, если вы считаете, что так не должно быть, то почему вы так считаете? Ну, то есть, по какой причине вы так считаете? То есть, мне кажется, что здесь вот нужно вот этот момент понять вас. Ну, это просто одно дело, если вы реагируете негативно на то, что человек вот как-то себя ведет, или как-то разговаривает, или... поступает каким-то образом. Вот. Одно дело, если вы просто считаете, что это ненормально, и так быть не должно. И совсем другое дело, если вас это бесит. Ну, то есть, по какой-то причине вас это раздражает, вас это напрягает. Вот. Соответственно, это совсем разные причины. И первая причина, да, вам нужно просто сделать свой сознательный выбор, в плане того, что... Я считаю, что это неприемлемо, да, то есть, меня это не делают, но просто я считаю, что так отношения вытравятся не должны. То есть, вы отравитесь на какие-то представления об этом. Вот. И, в общем-то, представление это самое нормальное, самое, что, не знаю, есть адекватное. Вот. Либо вы руководствуетесь чувствами, и... вас это раздражает, бесит, напрягает и так далее. Вот. И в итоге вы отношения адекватные с мужчинами не выстраиваете. Потому что, ну, у любого человека есть прошлое, да, и это нормально, что периодически оно всплывает. Вот. То есть, вас, вас напрягает, напрягает и раздражает, тем более бесит, не должно. Вот. Соответственно, здесь важно. Следующий аспект. Молодой человек, который так себя ведёт, да, он ведёт себя так, потому что, с одной стороны, вы ему это позволяете, вы позволяете ему так себя вести. Правильно. С другой стороны, с другой стороны, ему это выгодно. То есть, он что-то получает. Что-то он получает. Получает. От этого вот. От того, что вот. Так себя ведёт. Вот вам нужно, вам нужно подкорректировать своё поведение так, чтобы, чтобы ему, да, чтобы ему было невыгодно. Так себя ведёт. Так себя ведёт. Так себя ведёт. Вот. То есть, вот он это делает, да, допустим, у него незавершенные, у него незавершенные отношения, например, с другими. Там, или он, там, переживает по-прежнему за предыдущие отношения. Ну, а вы и спросите у него, в чём дело. В чём дело и, собственно, что происходит. Почему так? И пусть он вам ответит. И если вам не нравится. То есть, вы можете высказывать, что с вами не нравится. Вот. Это нормально. Нормально высказывать, что с вами не нравится. Всё. А дальше. Значит, вы пишите, да, что сразу возникают мысли в голове, как ему было хорошо тогда, и вопрос, что за бред. У меня не должно быть такого. Это не тогда. Вы не уверены в себе, и вы ревнуете. В ревности есть свои причины, и их нужно разбирать. А вы без силы он недостаточно серьёзно ко мне относитесь, или для него не важны наши отношения? Нет. Ни то, ни другое. Это скорее отращение ваших чувств к себе. Это вы себя так видите? Вы себя так воспринимаете. Вероятно. Но, совершенно однозначно могу сказать, что это не обязательно означает тот факт, что он не серьёзно относится либо к вам, либо к вашим отношениям. Ещё раз. Это вы боитесь. Это вы переживаете, что это так. Но, на самом деле, молодой человек просто говорит, скорее всего, то, что говорит. То есть, его волнует теми с бывшими, он не видит в этом ничего дурного в том, что он вам это рассказывает. И всё. Вот. Тут, правда, не совсем понятно, как вы выражаете своё недовольство этим, и выражаете ли вы его вообще, вообще своё недовольство. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что если вам что-то не нравится, да, то терпеть это, в общем, не нужно, не нужно. Вот. То есть, тут, конечно, вопрос о том. Вопрос в том, ещё, как вы высказываете. Что-то вам не нравится, что-то вам не вне предыдущего, и высказываете ли вы вообще, вообще, это. Вот. А дальше идём. Водит меня порой в те же места, что и бывших. Ну, опять же, как вас это задевает? Что-то, понимаете, если вы наслаждаетесь человеком, вот просто, если вы наслаждаетесь мужчиной, допустим, то вам как-то всё равно, куда он вас входит, главное, что вы вместе, разве нет? А вы, получается, обращаете внимание на такие вещи, вот, которые не относятся к, собственно, ну, к мужчине, не относятся к любви, нет. Не относятся к отношениям, вот. И если вас это волнует, то нужно определить, чем это вас волнует и почему. Вот. Прямо-то понятно, что если у вас есть какие-то страхи, вот, или если у вас есть какие-то, ну, тревожные моменты, вот, то вряд ли вы сможете адекватно выступать в отношениях и быть хорошим партнёром для, значит, ну, для своего молодого человека. Так что, здесь я рекомендовал бы вам обратить на этот момент самое пристальное внимание, вот. И, значит, уже подумать исходя из этого. Вот. Ну, то есть, понятно, что молодой человек может не знать о том, как и что происходит, о том, как и... ну, как вы переживаете, вот. Молодой человек может быть не в экскурсии, потому что здесь непонятно, насколько вы близки и так далее. Вот. Но очевидно, что на данный момент, что каждый из вас пока что... пока что... каждый из вас преследует цель получить что-то своё в отношениях. То есть, это не... знаете, ну, это не что-то такое, да, вот, когда, допустим, вы ориентированы исключительно только, допустим, на него. Да, вот, на... ну, мы же... Вот, нет, вы ориентированы и на себя, в том числе. Вот. И у этого, безусловно, есть свои причины. И вот, ага, будет лучше для вас обоих, если каждый из вас поймет, для чего он в отношениях с партнёром. Вот. Понятно. Вот. И вам, конечно же, лучше начать с себя, ну, потому что вы обращаетесь к нам. Вот. Соответственно, будет лучше, если вы начнете с себя. И ответите себе на вопрос, вот, а, собственно, ради чего, для чего я с ним нахожусь вместе, в отношениях с чего я хочу. Вот это и будет началом ваших перемен. То, что что-то не так, вы правы. Это действительно что-то не так. То есть, чувства, вы верные, но интерпретируете свои чувства, конечно, совсем неправильно. Вот. Ну, надо сказать, что по-другому и быть не могло, потому что в своих чувствах вы не совсем разбираетесь. Вот. Если бы вы разбирались в своих чувствах, то я думаю, что разбираетесь в своих чувствах, вы бы, как бы так сказать. А разбирается вы в своих чувствах, вы бы, такой ситуации бы не оказались. Вот. Так что, в этом, в этом я могу вам помочь. Ну, не только я на самом деле, но и любой из коллег может вам помочь вот разобраться. То есть, разобраться в том, что это за чувства, да, о чем они сигнализируют и что с ними вообще делать. Вот. Ну и, когда вы это сделаете, да, то есть, разберетесь с собой, вы сможете уже более адекватно взаимодействовать с молодым человеком, со своим. Вот. Вы сможете с ним общаться более независимо и, возможно, это существенно облегчит ваши задачи. Вот. С другой стороны, с другой стороны, а если, если была такая история, что молодой человек изначально разговаривал о своих бывших, то получается, что вы это принимали, получается, получается, что вы с этим соглашались. Вот. И вопрос у меня к вам. А что изменилось? То есть, вы надеялись, что это пройдет? Вы надеялись, что это изменится? Или... Или что? Или как? Вот. Ответьте себе на этот вопрос. Может быть, ваш мужчина такой, что вот он такой действительный, и что у него есть, ну вот, такая особенность, которая с другой стороны, с другой стороны, да, делает его, ну, собственно, тем, кому вы любите. Например. Я, опять же, конечно, конечно, не знаю всей истории. Не знаю и не могу знать. Вот. Но, кто знает, может быть, именно поэтому вы его любите. Может быть, именно этим он вам приглянулся. Так что я не рекомендовал бы вам делать подписные выводы. Вот. И все-таки обговаривать это с ним. Ну, в первую очередь, да, прежде чем принимать какие-то решения в любом случае. Вот. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Ну, точнее, вы даже вопросы не задаете никакого. Вы просто ставите, ну, просто излагаете факты, а что хотите, не совсем понятно. Вот. То есть так, в принципе, можно догадаться, чего вы хотите. Вот. Ну, не мешало бы формулировать вопрос более конкретно, чтобы можно было более направленно вам ответить. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. А, небольшой такой, по скриптам будет. Что он, эээ, вот. То, что вы описываете, может быть, эээ, навязчивостью. А, просто навязчивые мысли, от которых вы не можете, эээ, избавить. Ну, вот. Механизм навязчивости, это, эээ, достаточно серьезная проблема. Механизм навязчивости, свидетельствует о наличии у вас, в определенной степени, запретов. Вот. Которые, эээ, ну, же, ну, влияют на вас. Которые влияют на ваше поведение. То есть, то есть, а парень и его бывшие к этому отношения не имеют. А вот если вы сравниваете себя с другими, очень даже. Но, как мне печально это звучит, но парень, опять же, парень и его бывшие к вашим чувствам и к вашим переживаниям никакого отношения сами по себе не имеют. И на этом все. Я желаю вам того, чтобы ваша ситуация разрешилась. Я беседу вам того, чтобы ваша ситуация не рассчиталась. И ваше ваше. И ваше.